Спасибо. Пожалуйста. Ну что, вы сделали прививку только что, да? Да. Скажите, почему это нужно делать? Ну, я медсотрудник, нахожусь в группе риска, каждый год делаю прививки, и поэтому не болею. В группе риска также студенты, призывники на срочную службу, беременные женщины, люди старше 60 лет, работники образования, транспорта и общественного питания. И им уже сегодня нужно найти время и сделать прививку. Вероятность поймать вирус гриппа в этой группе чрезвычайно велик. И действовать нужно сегодня. На формирование ценного иммунитета, усиленного дозой вакцины, организму требуется время. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно приходится на конец осени. В Подмосковье началась ежегодная прививочная кампания. В Щелковской районной больнице началась вакцинация. Каждый человек может прийти ежедневно, в том числе в субботу. В прививочный кабинет. В больнице прививаются двумя вакцинами. Это гриппом и совигрипп. Это наши отечественные вакцины, разработанные эпидемиологами Московской области и дополнены в соответствии с адекватными антигенами вируса, который будет вызывать вирус гриппа. Больница получила достаточно вакцины, более 2000 штук. Этого хватит на первое время. Прививки делают бесплатно, независимо от места проживания. Кабинет иммунопрофилактики – это кабинет с особым режимом. Ведь вакцинам необходимы определенные температуры хранения. Это обеспечивают холодильники. Температура хранения вакцины для гриппа от плюс двух до восьми градусов. Еще одно условие эффективной профилактики – прийти на прививку здоровым. Людям с хроническим заболеванием следует вакцинироваться в период, когда нет обострений. Оценить самочувствие поможет врач-терапевт. Если человек все же получил вакцину, но при этом заболел, то грипп протекает в более легкой форме и не приводит к осложнениям. Записаться на прием можно через портал госуслуг, информат в поликлинике или по телефону единого колл-центра. Его номер вы видите на экране. Детям показана вакцинация, начиная с шести месяцев. Именно в группах, общаясь друг с другом, дети легко передают респираторные заболевания. Самый маленький прививает вакцину СОВИ-грипп, четырехвалентную, инактивированную и очищенную. Ее применяют в этом сезоне для инъекций в детской поликлинике на Пролетарском проспекте. Брифки от гриппа нужно делать сейчас, в сентябрь месяц, пока нет подъема заболеваемости, пока наши детки здоровы. Они только все пошли в сад. Неорганизованным детям проводятся прививки в нашей поликлинике. Дети, которые проходят иммунизацию, вот два года, если они прививаются, то они потом действительно меньше болеют. Не так коварен грипп, как его осложнение, не устают повторять врачи. И тут вакцина проявляет свое неоспоримое преимущество. Заболевание протекает с меньшими потерями сил. Для большей уверенности медик рекомендует сделать сразу две прививки против гриппа и пневмонии. Именно пневмония является одним из самых коварных осложнений при гриппе. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.